Сосульки под контролем. В преддверии потепления активнее работать начали инспекторы городской администрации. С рейдами они ездят по городу и, если замечают неочищенные крыши, выносят предостережение коммунальщикам из управляющей организации. С начала марта на вид поставлены 89 адресов. Поступают звонки на электронную почту мэрии, также на горячую линию. Жалуются в основном на угрожающий вид сосулек. При этом особое внимание, безусловно, управляющая компания должна обращать на состояние кровли. То есть, обеспечить сохранность кровли. Поскольку, вот так же с 1 марта в администрацию поступило порядка 250 обращений на текущие кровли. То есть, два этих процесса, они неразрывно связаны, к сожалению, текущие кровли и наледь на кровлях. Шиферные поверхности очистить от снежной наледи, не повредив покрытие, почти невозможно. Проще сбить ледяную бахрому с покатых железных поверхностей. Ледяные наслоения – бич старых домов, двухэтажных. С ними коммунальщикам приходится повозиться. Чистить крышу от снега не только сложно, но и дорого. В таком доме, например, собираемость в графе «Текущий ремонт» на содержание – около 90 тысяч рублей в год. Львиная доля суммы может быть потрачена на одну такую снежную расчистку. Во многих домах просто нет доступа, жители не пускают. Говорят о том, что мы раздавим вам кровлю, так как у нас, как вы видите, фонд очень старый. На металлических кровлях нам проще, но где-то не подъехать, где-то провода. Поэтому все это у нас происходит вручную, а вручная – это альпинист. Домов много у нас, а план в день мы вырабатываем руками, если только руками, от 150 метров. И то это сумма только из-за того, что когда очень много домов и в авральном режиме, нам надо посбивать налить сосульки. Рассказать о ледяной бахроме на доме можно по телефону горячей линии мэрии. Номера вы видите на экране. Реакция, обещают чиновники, будет оперативной. Еще ни одно из предупреждений не обернулось для УК предписанием. Коммунальщики понимают с первого раза.